Добрый вечер! Добрый вечер, Муадим Лесимха! Холямая Цукот сегодня! Всем радостного и счастливого праздника! Поскольку я в наушниках не слышно та музыка, которая доносится вот у меня из окна, я прямо рядышком с окном. И действительно, со всех сторон мы слышим радостную музыку. А тема нашего с вами сегодня разговора – это фактор радости и благополучия. Урок, наверное, будет не очень легкий, не урок, а я всегда это называю беседой. Но для тех, кто действительно хочет понять, я думаю, что ему должно быть интересно. Я предлагаю вам посмотреть, подумать. Вы знаете, да, как выглядят арбами ним? Лулав, Арава, Адас и Итрок. Говорят, что две Аравы – это, воплощает, говорит, что это Моше и Арон. Три веточки Адас – это Авраам, Ицхак и Яков. Лулав, Лулавам у нас, мы говорим, что это Юсеф, а Итрок указывает на Давида, на царя Давида. С помощью этих самых четырех миним, то есть две Аравы, три Адас, Лулав и Итрок, мы с вами, каждый из нас, имеет возможность спустить для себя все проход, все благоволения мира именно сюда, именно для вас и именно в семь дней суккота. Спасибо, кто пишет приятные вещи. Здрасте. Да, очень приятно видеть такое здрасте. Итак, в семь дней суккота мы имеем необыкновенные возможности. Что же мы сможем сюда спустить? Что же каждый из нас может сюда спустить? Можем спустить сюда хэсет, мы можем спустить сюда здоровье, удачу, заработок, то, что мы называем параносоем. Мы можем спустить сюда радость учебы тары, мы можем спустить благополучие в семье. То есть практически все, в чем нуждается каждый человек, это время для того, чтобы мы его сюда спускали. Говорится, что так как мы радуемся шхине, шхина – это божественное присутствие, как вот мы радуемся этому божественному присутствию в нашей суке, с нашими арбами ним, весь праздник, так Всевышний нам это вернет. Мы рады ему, а он сделает наш год радостным для нас. Итак, а потихонечку расскажу, как это происходит. Когда мы поднимаем лулав, адас и арава и трог вверх и делаем движение снизу вверх. Тот, кто делал на телат лулав, знает, как это происходит. Мы держим с вами лулав, адас и арава и трог. Это я вам подальше расскажу. Короче, когда мы делаем вот эти движения, то говорится, что мы сверху спускаем сюда ту самую шефу, то самое благополучие, которые были нам выписаны и утверждены печатью до этого. То есть, когда мы указываем лулавом на юг, что мы спускаем? Мы спускаем хэсет, мы спускаем добродетель. То есть, помните, да, движение вот так сверху вниз, подняли, спустили. Вот в тот момент подняли, он там подцепил наш хэсет, нашу добродетель и опс, спустил нам сюда. Когда мы поднимаем на север, то это гвура, это уважение. Мы спускаем нам уважение. Нас начинают с Божьей помощью, нам присуждено, чтобы нас уважали. Замечательно, прекрасно, да, чтобы с нами было правосудие, уважение. Когда на восток, так это великолепие. Но кто не хочет спустить тебе великолепие? Когда на запад это есот, это вечность или долгожитие, и все вот это поднятием этого лулава, это то, что мы спускаем. А когда мы поднимаем вперед, вот наверх, просто этот лулав, мы спускаем с вами нецах. Да, это основание, это то, на чем вообще мы стоим в этом мире. Смотрите, давайте с вами посмотрим. Юг, север, восток, запад. Вот это четыре стороны, и еще у нас есть вверх и вниз. И это получается шесть. Шесть чего? Шесть концов. Шесть сторон, шесть концов. У кого, где, в какой структуре, где вы видели шесть сторон, шесть концов? Если вы когда-либо видели, имели или держали у себя на груди, такую вещь, которая называется звезда Давида. Сколько у нее концов? Сколько у него лучиков? Шесть. То есть вот этими движениями лулава мы с вами выстраиваем некий такой щит. Щит, который будет нас с вами охранять на протяжении всего этого года. Понятно, что то, что мы получим, то, что мы спустим, оно приходит на основании того самого приговора, который мы с вами заработали до этого. Мы проходили с вами и Йом-Кипура, до этого Роша-Шанай, у нас было 10 имейт-шува, и вообще каждый день вся наша работа, да, это то, что мы себе приготовили на следующий год. Как говорится, не каждая вещь, которая нам была выписана и приговорена Всевышнему, она сходит в этот мир, мы должны для этого сделать некие движения, некие вещи. Вот суккот, в суккот есть у нас такая особая возможность для того спустить то, что Всевышний нам дал, то, что нам хочет дать. То есть мы с вами понимаем, что мы делаем царем над нами Всевышнего. То он ставит нас с вами в центр этого самого щита, щита Давида. И когда мы берем лулав и благословляем ему, мы должны его прижать к нашей груди. Вот сюда, прямо в самом центре. Я думаю, что многие из вас уже делают на тела лулав, но кто еще не делал или делал это неправильно, думал, что можно взять вот так вот где-то впереди, держать впереди, типа лулав, там я тут. Так вот, это не так, да? Все наши движения происходят именно из этого положения. То есть откуда исходит от нашей груди, от нас, отсюда, от центра, туда, назад и возвращается и попадает браха благословения. Теперь мы переходим к следующей вещи. Вы знаете, что все семь дней суккота у нас принято делать как минимум две сиуды, как минимум две трапезы. Стараемся, чтобы это были трапезы в сукке, чтобы они были праздничные, у нас уже в праздники, чтобы они были с хлебом, чтобы они были вкусные. Но вот какое дело, вы же знаете, что каждый день к нам с вами в гости приходят семь человек, семь душ, ушпезин, слышали про такое. И мы говорим благословения, особенно в первый день, вот благословения, которые мы говорим, я приглашаю на свою трапезу высоких гостей Авраама, Ицхата, Яакова, Иосева, Иосефа, Муше, Аарона и Давида. И каждый день мы меняем просто по очередности места, потому что каждый день по очередности каждый последующий из них главный в этой семерке гостей, в этой делегации. Ну вот мы с вами сидим и кушаем вкуснейшую еду, которую мы специально приготовили для праздника. Что же происходит с нашими гостями? У нас сидит семь душ, семь человек. Мы кушаем, мы наслаждаемся, мы поем, мы радуемся, мы разговариваем, а к нам пришли гости. Как мы относимся к нашим гостям? Как мы относимся к нашим гостям? Пригласили гостей, что вы делаете? Говорите, кто-нибудь написал, что он делает со своими гостями, когда к нему они приходят? Нехорошо кушать, когда гость смотрит тебе в рот. Как же нам их угостить? Ну, у нас, евреев, есть одна проложенная известная дорога. Мы даем с вами дздаку на трапезы бедных. И таким образом мы проявляем уважение к нашим гостям. То есть не то, что к нам пришел, пришел в шпизи, а мы скажем, слушай, там, дави, там, элокцай, дави, я тебе дам немножко дздаки. Нет, конечно, нет. Мы узнаем, кто в сукот сидит дома, не может себе позволить даже самую минимальную какую-то еду. И таким людям мы стараемся дать сдоху, сделать седок в этом мире. И таким образом, да, получается некий вот такой круговорот жизни. Таким образом мы проявляем наше уважение к гостям, которые они потом поднимут наверх, да, вот то, что они пришли, увидели, что у нас, увидели, как мы себя ведем. Поднимают это наверх, к записи наших дел, и лулавом назад мы можем спустить все это благополучие сюда, назад в этот мир лично для нас, да. Как я вам сказала, круговорот того, что мы делаем, и того, что мы получаем. Окей. Сейчас мы с вами говорили о благополучии. Каким образом мы можем его сюда спустить? Мы можем его и не спустить, да. Все в наших руках, мы сами выбираем. Как говорится, у человека есть свобода выбора. Каждый делает то, что он хочет для себя. Теперь я начну с вами разговор о радости. Что вообще такое радость? Что это за субстанция, такая радость? Это что, просто когда человек смеется или когда человек поет, да. Я буду вам говорить, и это есть некое, какое-то такое будет отступление, в конце которого мы придем к пониманию, действительно, о какой радости я говорю. Что это за радость, которая происходит с нами? Вот сейчас вечером в Симхата Беташиева, в Симхата Беташиева, когда все пляшут, танцуют, когда есть музыка везде. Отчего эта радость? Чему мы радуемся? Не потому, что нам показали пальчик, да, смех без причины, признак дурачины. Не поэтому. Итак, начнем немножко издали. Такой как бы рассказ. Один человек все время приходил в синагогу, невероятно замученный, несчастный, всем недовольный. Но в один из дней он приходит с улыбкой на лице, глаза его лучатся, сияют. Его спрашивают, ну, что у тебя, какие дела, что изменилось, что ты такой радостный. И он говорит, наконец-то я нанял человека, который будет заниматься моими проблемами. Сколько же ты будешь ему платить, его спрашивают. О, говорит он, 200 тысяч долларов. Так столько проблем, откуда ты возьмешь 200 тысяч долларов, чтобы ему заплатить? Ну, а это его проблема, отвечает счастливый человек, да. И вот, сукот, праздник нашей радости. Но как? Как мы эту радость празднуем? Мы уходим из своего постоянного, теплого, удобного дома. И переселяемся во временный шалаш. Да, если ты сидишь днем, и там есть солнце, да, если кто-то живет в Израиле, да, это солнце припекает. Или дождь, который, наоборот, капает тебе в тарелку, если ты живешь, вы живете в других странах, да. А есть места, где вообще мороз пробирает. Какая радость от этого. Какая радость сидеть. В любом случае, я помню, как мы когда-то, когда я только сделала дшу, в России, я из Москвы когда-то была, давно, больше 30 лет назад, больше 35 лет назад. И вот мы выезжали под Москву, и в шалаше, я вот сделала только дшу, вот я прихожу, и вот эта сука, и не понимаешь, все сидят в пальто, и всем холодно. И ты вот вроде передает эту какую-то еду сделанную, а тебе ее даже кушать не хочется. Тебе там холодно и неуютно. Это радость. Какая радость, да. А вечером вообще начинаете танцевать, плясать, и наговорят, симхат бета шива, симхат бета шива. Что же такое симхат бета шива? С чего вы пляшете? Симхат бета шива – это когда брали воду, черпали воду и поливали этим мизбеях. Мизбеях – это жертвенник. Боже мой, что за радость взять воду и поливать этим жертвенникам. Странные вещи. Чего все так радуются и все танцуют от этого? Что такое? Что происходит? Что случилось? Мы с вами помним, что с самого начала Всевышним было сотворено небо и земля. Во второй день сказал Всевышний, да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод. И сказал Всевышний, создал Бог свод и отделил воды, которые под сводом и которые над сводом. И воды, которые над сводом, Всевышний назвал небо, и воды, которые под сводом, воды этого мира, моря, реки. И вот Медраж говорит о том, что вот эти нижние воды, которые Всевышний сделал их внизу, да, они плачут. Они в тот момент, когда их отделили и поставили вниз, они начали плакать, что плачут, да. Говорят, мы стали дальше от Всевышнего. Всевышнего стали дальше, вода их отделили, были вместе, стали отдельно. Ну, вода, вы же понимаете, небо и вода, они практически соединяются, нету, мы не видим вообще, что их отделяет одно от другого. И в этот момент Всевышний им пообещал, что когда будет у евреев праздник Суккот, то именно они, эти самые нижние воды, получат такую почесть, что их будут лить на жертвенник. И хотя мы с вами знаем, что у нас жертвенник приносили в течение года, лучшее из лучшего, да, тщательно проверяли, что подходит, что не подходит, там искупительные жертвы, еще что-то. А тут собираются лить воду в течение недели. Ну, что такое, что одни воды плачут, что их сделали ниже других, да. Перед Всевышним все равно, мы знаем, что сверху, что снизу, что сбоку, он находится в каждом месте. О чем они плачут, эти воды, да. Наш людей Всевышний поставил внизу, мы ходим по земле, мы не гуляем себе в атмосфере. Ну, что, какая проблема у этих вод? И что это значит, что воды будут лить на жертвенник Суккот? И они, эти воды, которых будут лить в Суккот на жертвенник, они будут решать в эти дни для воды наверху, да. Ну, соответственно, и для суда, который будет нам сверху спускаться сюда. Сложно пока, пока не запутались между всеми водами, между тем, что все было, да. Где проходит раздел между этими водами? Невозможно отделить, где начинается море, а над ним воздух, который тоже наполнен, состоит из воды. Надо понять одну вещь. Для того, чтобы понять, о чем мы говорим, надо, я думаю, что вы все это знаете, что вода – это то, на чем основана жизнь в этом мире, да. 80% этого мира – это вода. В человеке, в каждом из нас, 2 трети – это вода. Без воды мы вообще бы не могли жить. Изначально, в первый день творения, Всевышний сотворил один сорт воды. Вообще все было вместе. В первый день существования мира все было одним. Говорится про первый день йом и хат. Один день, а не первый день, да. Потому что все было одной субстанции. Ихат, все было и хат, все было одно. Но ничто не было одно против другого. Во второй же день Всевышний не только разделил воду. В этот же день Всевышний создал геном. В этот же день Всевышний создал махлокиты, ссоры, споры. Тут создалось два, как бы, два сорта, можно сказать. Два сорта жизни, два сорта. То есть у нас есть духовная жизнь, но вместе с ней и материальная. В этот день произошло разделение на духовное сверху и внизу на материальное. И, может быть, мы, живя вот в том мире, в котором мы живем, мы вообще не можем понять, что это такое за разделение. Да, мы каждодневно живя там, кушая, ходя на работу, что-то уча, что-то делая, не понимаем вообще, о чем идет речь. И, может быть, тут стоит спросить, зачем вообще Всевышний этот сделал. Ведь в первый день духовное и материальное было одним. Всевышний, он сам один, он в себе все объединяет. Зачем ему нужно было это самое разделение? И большим то, я могу сказать, что отвечает на этот вопрос или просто говорит нам, что мы можем, оставляясь в материальном мире, таки присоединяться и к духовному. То есть если человек что-то ест, да, мы скажем, что это еда насыщает наше материальное тело, а что тогда с душой, что она голодает, как, да? Ведь если мы не едим, то наша душа не может быть в теле, тоже как бы вопрос. Так вот, большим то отвечает, что в каждом материальном продукте есть искры святости. Да, понятно, что если еда кошерна. И насыщая наше материальное тело, эти искры насыщают и нашу душу. То, что у нас с вами есть желание быть более хорошим, более духовным, это потому, что у нас есть объединение вот этих двух душ. И чем более искры святости, да, более кошерную душу, более хорошую мы едим, наша душа имеет больше сил. И Рэби говорит, что, получая Тору, мы сказали наше ванишма. Сделаем и услышим. Я потихонечку подхожу к тому, к нашей радости, которую вы должны понять, что это за радость, да, потому что еще немножко потерпите. Наши мудрецы, они объясняют, что надо сначала именно сделать, выполнить заповедь, да, даже если ты не понимаешь ее смысл. Просто потому, сделать, потому что так сказал Всевышний. И потом уже наступает стадия, выслушаем, стадия изучения, там, осознания или понимания смысла этой самой заповеди. Наше материальное тело, да, и душа получает искру, из материального тела душа получает искру, которая зажигает в ней именно тот самый огонь, который приближает нас к Всевышнему. И вот Всевышний, он разделил вот это все, да, но для него все вместе. И в Симхат Бетта Шуева, который мы назад возвращаемся, что мы делаем? Мы поднимаем этот материальный уровень нижней материальной воды, наши материальные потребности и присоединяем к духовным достижениям. Да, вот эта вода, да, Всевышний постоянно дает нам возможности для вот этого самого объединения. Но нам надо проделать некую работу, нам надо очистить вот эти самые воды от наших дурных наклонностей. Я расскажу вам еще тут, внутри этого небольшой маленький такой отход, сипур, расскажу вам про Ребера Шаба, папу Ребера Ятса. Тот, кто знает, Ребера Ятс – это был шестой любовический Ребера Шаб, соответственно, пятый. Так вот, когда Ребера Ятс был маленьким, в один из дней папа его Ребера Шаб чувствует очень большую любовь к судьбе, очень большое притяжение, он смотрит, совершенно замечательный был ребенок, он на него смотрит, и он его очень хочет поцеловать. И вот он идет к нему с этим желанием его поцеловать, обнять, и буквально на полдороги останавливается, и вместо того, чтобы пойти его поцеловать, он со всей силой своей любви садится за стол и начинает вот на этих чувствах любви, и начинает писать Маамар. Когда этому сыну уже стало Ребера Ятсу, стало 13 лет, то его папа ему рассказал, что так он его хотел поцеловать в детстве, но весь свой этот поцелуй он выразил именно в этом Маамаре. А в 16 лет он начал учить вместе с ним этот Маамар. Так вот, это был его поцелуй, который остался с Ребе Раяцем на всю жизнь. Он материальное перевел в духовное. Это тот самый материальный поцелуй, который остался на протяжении всей жизни с Ребе, а потом и с многими хасидами. И таким образом эти нижние воды объединились с верхними в материальное, в духовное. Друзья, хочу вас спросить, кто самый важный человек на свадьбе? Что вы можете сказать? Спросили там одних людей, кто самый важный человек на свадьбе. У каждого был свой ответ. Кто-то сказал жених, кто-то невеста, кто-то папа, кто-то тесть, кто-то музыканты, повара и так далее. Пока не пришел зенечеловек, я сказала, а, ну это фотограф. Почему фотограф? Потому что он запечатлевает то, что тут происходит. И запечатлевает это навсегда. Так вот, также в Симхат Бет Ашеева мы поднимаем в воду наш жертвенник. Ту самую воду, которая не является дорогим вином или какой-то другой, дорогой материальной жертвой, да, но говорит нам о том, что нам надо радоваться не новой квартире или новой машине, или какому-то еще другому материальному новшеству. Мы должны радоваться воде, потому что вода – это жизнь. Танцуй от того, что ты жив, что у тебя есть душа, а главное, что ты часть Всевышнего. Это та самая радость, которая пришла нам с первых дней мира. Мира, говорится, когда придет Машеах, когда мы сможем найти в материальном мире духовный, когда эти два мира станут неразделимым целым. В Сукхот мы выходим из нашего дома, и мы радуемся тому, что на самом деле мы живы, что нам ничего, при том, что есть Всевышний, и Он о нас беспокоится, ничего не надо. Все в этом мире временно, кроме Всевышнего. Вот этот Всевышний, Он нас обнимает, да, и мы понимаем, что мы не зависимы ни от каких материальных благ, мы зависимы только от Него. Это, знаете, как человек, который выходит из своей болезни, когда он живет в каком-то мире, вот когда у человека высокая температура, он болеет, он находится не тут и не сям, да, то есть он не в состоянии осязать и понимать действительно, что с ним происходит. А вот выделить Суку – это наше выздоровление и понимание, что главное. И я желаю каждому из нас взять с собой в наш материальный дом именно то самое чувство, что мы с вами получаем в Суке, то самое, что мы получаем в эти семь духовных дней, когда мы спускаем с одной стороны рухниют, то есть духовные наши и материальные наши, да, гашмиют тоже. Мы все спускаем нам на следующий год и распоряжаться этим правильным. В конце я расскажу очень маленькую такую вещь, да. Я в свое время работала в России несколько лет, там была некая такая программа яхот, которые занимались молодежью. И вот в один из таких дней, не помню, где это было, куда-то мы выезжали, приехал миллионер, который субсидировал всю эту программу. Очень богатый человек, по-моему, он был из Австралии. И вот он приехал и рассказал, этот человек, он прошел контрационный лагерь, он выжил совершенно невероятным образом, пройдя катастрофу, войну и так далее, еще будучи маленьким ребенком. Сейчас он уже очень пожилой человек, он очень богатый человек. И когда к нему обратились, не хочет ли он помочь еврейской молодежи, для того, чтобы те могли вернуться к соблюдению заповедей, чтобы могли чему-то научиться, потому, чтобы остаться евреями, он сказал, Всевышний мне дал деньги, я этими деньгами могу спасти еврейские души. Я могу сделать так, чтобы люди, которые не знают о том, что не евреи, люди, которые не знают, что такое заповеди, они смогли приблизиться к еврейству. И, насколько я помню, он 80% своего состояния отдал именно на это. И это то, что называется, когда мы переводим эти нижние воды в верхние воды, материальные, в духовные. Деньги, которые совершенно материальные, смогли создать нечто духовное на большом уровне. И другой рассказ, который обратный от этого, это в ту же самую войну пришли к одному очень богатому американскому миллионеру и сказали, смотри, мы договорились тут с немцами, не с немцами, не помню, в какой это было стране, что за каждого еврея, которого выпустят, они хотят получить 100 долларов. Сколько ты можешь дать для того, чтобы спасти евреев? А я что-то сказал, слушай, хватит мне морочить горло. Скажи мне, сколько ты имеешь с этого эсека, с этого бизнеса. Давай я тебе дам твои проценты, и ты от меня отстанешь. Ему было трудно понять, что человек это делает бесплатно, потому что он хочет реально кого-то спасти. Каждый из нас выбирает, что он хочет поднять или куда он хочет опуститься. Хочет он радоваться тому, что он часть Всевышнего и может творить в этом мире что-то хорошее. Хочет он выздороветь от вот этого материального засилия, от того, что ты зависим от всего и всех, и быть рядом с Всевышним – это наш выбор. Хорошего радостного праздника вам, Муадиму Лесимха! Субтитры создавал DimaTorzok